Изменилась ли работа управленческих команд в регионах? Этот вопрос в пятницу обсуждали участники круглого стола, который прошел в городе Сочи. Провожали зиму всем двором. В поселке Искателей на одной из благоустроенных дворовых территорий прошел очередной праздник в рамках фестиваля «Выходи гулять». Из Искателей до аэропорта без пересадок. В Наринмаре обсуждается вопрос введения нового маршрута общественного транспорта. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нежалова. Современные условия требуют новых подходов в работе чиновников, что сказывается и в подборе кадров, и в обучении специалистов. К такому выводу пришли участники круглого стола, инвестиции в регионы, изменилась ли работа управленческих команд, который прошел сегодня на российском инвестиционном форуме в Сочи. В дискуссии приняли участие представители правительств нескольких регионов России. Как отметил один из участников круглого стола, глава Удмуртии Александр Боричалов, масштабный проект можно осилить только командой, но такой, членам которой важна не только зарплата, но и самореализация достижения. С этим согласились и эксперты круглого стола. Они пришли к мнению, что современные вызовы времени требуют более качественного образования для людей, которых принимают на работу в госструктуры, и тренингов для сплочения команды профессионалов и активной жизненной позиции самих чиновников. О необходимости перезагрузки проектной деятельности в органы государственной власти говорит и глава Ниницкого округа. По словам Александра Цибульского, профессиональным лифтом может стать создаваемый региональный проектный офис. Участие в проектном офисе, региональном работе, проектной деятельностью, занятием является серьезной возможностью для профессионального лифта. При этом проведите собеседование, берите лучших людей из департамента. И я хочу, чтобы вы не набирали людей, которых вам предлагали, а выбрали лучших в каждом департаменте, который может заниматься проектной деятельностью. Кроме того, Александр Цибульский подчеркнул необходимость повышения компетенции среди всех сотрудников органов государственной власти. У нас у всех, мы все руководители, у нас всегда есть 2-3 человека, которые тащат основную работу. И нам очень удобно, мы их загружаем. А мне надо, чтобы вы растили этих лучших людей. Мы у вас будем забирать лучших в проектном офисе, затем их продвигать по службе, а вы должны будете воспитывать новых людей, чтобы у вас это замещение профессиональное происходило. В настоящее время проектная деятельность в органах государственной власти Ненецкого округа организована в соответствии с постановлением губернатора региона, принятым в январе 2017 года. Документом определено создание управляющего совета по организации проектной деятельности. Ранее Александр Цибульский заявлял о том, что работа в данном направлении организована недостаточно эффективно, в то время как проектное управление должно стать основой деятельности органов региональной исполнительной власти. Ненецкий округ намерен привлечь дополнительное федеральное финансирование на благоустройство городской среды. Глава региона Александр Цибульский поручил руководству Департамента строительства провести переговоры с агентством по ипотечному жилищному кредитованию об участии округа в программе данной организации по развитию комфортной городской среды. Сейчас в программе участвуют 40 городов России, каждому из которых агентство выделило средства на благоустройство общественных территорий, улиц, набережных и парков. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию создано в 1997 году по решению правительства Российской Федерации для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. Агентство входит в число исполнительных мероприятий приоритетного проекта о формировании комфортной городской среды. Ранее Минстроем совместно с АИЖК был создан минимальный набор стандартов благоустройства и развития городской среды за счет средств агентства. Профильному ведомству и мэрии глава округа поручил выяснить требования вступления округа в программу агентства по ипотечному жилищному кредитованию. В Нинецком округе продолжаются мероприятия в рамках фестиваля «Выходи гулять». Он проводится в регионах страны по инициативе Минстроя на общественных площадках, благоустроенных в 2017 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, в поселке Искателей на детской игровой площадке по улице Строителей сегодня состоялся праздник «Прощай, зимушка, зима». Разнообразие масленичных игр, гадания на блинах, а также красавица Маслена подарили ребятам отличное настроение и море позитива. Праздник «Проводы зимы» на детской площадке по улице Строителей организовали в рамках фестиваля «Выходи гулять». Площадка была построена в прошлом году в рамках федерального проекта. Сегодня у нас очередной праздник «Проводы зимушки, зима». Организован он на площадке, которая построена по программе «Комфортная среда». Организатором является Искательская администрация. Совместно с помощниками у нас клуб «Созвездие». В этот раз праздник посвятили проводам зимы и масленичной недели. Ребята и взрослые украсили чучело масленицы, познакомились с традиционными народными забавами, а также вспомнили традиции масленицы. «Часто гуляем, потому что живем рядом, возле нашего дома площадка. Нам удобно, да. Потому что раньше, когда она была возле магазина «Меркурия», там было довольно мало места. И подход неудобный, здесь все-таки удобнее намного». На это мероприятие не закончится. В марте и апреле также пройдут праздники на детских площадках по улице Ордалина и Монтажников. В 2018 году в поселке Искатели будут обустроены еще четыре территории общего пользования и три дворовые территории. Сам проект вызван популяризовать, сам проект «Комфортная городская среда», чтобы люди, дети подключались, играли, выходили, не ломали детские площадки, чтобы они их берегли. Самое главное – это чтобы люди, дети, все жители поселка Искателей, да и всей России, берегли то, что сейчас делается в рамках этой программы «Комфортная городская среда». Реализация федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Ненецком округе, как и по стране в целом, началась в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина. В рамках проекта «Ненецкий округ» на создание комфортной городской среды будет ежегодно в течение 2018-2020 годов получать из федерального бюджета по 5,9 миллиона рублей. Еще по 60 миллионов рублей на каждый год закладывается в бюджете региона. Людмила Сидейская, Антон Водряков, Телеканал «Север». Место и роль окружной поисково-спасательной службы в структуре МЧС России обсудили сегодня в собрании депутатов Ненецкого округа. Информацию о состоянии, задачах и проблемах данной службы представили начальник управления гражданской защиты и начальник поисково-спасательной службы Ненецкого округа. Начали заседание с информации о распределении полномочий между МЧС и окружной спасательной службой, а также их взаимодействия с муниципальными властями в случаях чрезвычайных ситуаций. «Распределение обязанностей между МЧС и территориальными органами происходит на уровне происходящих чрезвычайных ситуаций. Территориальные органы окружного подчинения реагируют на муниципальный характер, объектовый, межмуниципальный и региональный. Федеральные же органы реагируют на межрегиональные и федеральные чрезвычайные ситуации». Численность сотрудников МЧС в округе – 46 человек. В поисково-спасательной службе – 19, включая начальника. Также в арсенале спасателей более 30 единиц различной техники. Все они готовы в любое время выехать на помощь жителям округа. «Для достижения поставленных целей выполняются следующие задачи. Это поддержание органов управления силой и средств постоянной готовности. То есть это численный состав, личный состав, техника, применяемая при поисково-спасательных мероприятиях. Спасение людей, терпящих бедствия, ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории неизкоавтономного округа. Она включает в себя сбор информации и определение требуемого состава сил и средств для проведения работ, функционирования органов повседневного управления, единая дежурно-диспетчерская служба системы 112, обеспечение работы системы оповещения населения, пропаганда знаний в области защиты населения, также организация работы подвижного пункта управления». Также служба оказывает и платные услуги организациям по консультированию на предмет безопасности на производстве. Доход от этой деятельности за прошедший год составил почти 2 миллиона рублей. В целом депутаты дали высокую оценку работе поисково-спасательной службы НАО. По итогам заседания было решено выработать рекомендацию и откорректировать в этом направлении окружной закон номер 95. В России изменяются правила прохождения транспортными средствами технического осмотра. Новый порядок этой процедуры предусматривает опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации постановление правительства России. Документ вносит поправки в действующие правила проведения техосмотра. И наряду с чисто формальными корректировками некоторых пунктов правил постановлением вносится ряд действительно серьезных поправок, ужесточающих требования к прохождению техосмотра. К примеру, отныне не получат талона прохождения техосмотра автомобили с неисправным усилителем рулевого управления или текущим гидроусилителем. На дороге не допустят и автомобили с тонировкой фар. Запрещен и демонтаж или замена предусмотренных производителем стеклоочистителей и стеклоомывателей. Специалисты техосмотра также обязаны впредь проверять наличие в автомобиле исправного огнетушителя и аптечки. Говорится в документе и о шинах. Запрещается отныне устанавливать, допустим, на передние колеса шипованные покрышки, а на задние – не шипованные. Резину с шипами разрешено использовать только если она установлена на все четыре колеса автомобиля сразу. И, наконец, ужесточаются требования в отношении тюнинга автомобилей. При этом есть в документе небольшое послабление. Из правил исключен пункт, запрещавший эксплуатацию транспортных средств за фиксированным каплепадением со скоростью более 20 капель в минуту. Много кто слышал, но мало кто успел проверить на личном опыте. Речь идет о так называемых европротоколах. В скором времени возможности его оформления после ДТП будут расширены. В частности, увеличится выплата при аварии. Сейчас максимальный размер страхового возмещения составляет 50 тысяч рублей. Уже летом эта сумма возрастет до 100 тысяч. О принципиальных изменениях и о том, как заполнить европротокол без ошибок, чтобы получить положенную компенсацию, расскажет Олег Хатанзейский. Типичная ситуация. Двое водителей попали в ДТП. Авария несерьезная, повреждения незначительные. Что в таком случае делать водителям? Но, конечно, можно вызвать сотрудников ГИБДД. Впрочем, оформление дорожного происшествия займет не один час. Или вот, оформить европротоколы. На заполнение всех документов участникам ДТП понадобилось 40 минут. Здесь главное, чтобы автовладельцы не допустили ошибок. Ведь иначе страховая компания откажется выплачивать компенсацию. С такой проблемой сталкиваются сотни российских водителей. Отставить свои права затем приходится в суде. Поэтому госавтоинспекторы призывают владельцев транспорта. Не поленитесь и прочитайте правила оформления так называемых европротоколов. Процедура не сложная. Например, виновнику аварии и пострадавшему обязательно придется сделать несколько кадров. Мы делаем обширное фото, чтобы захватить проезжую часть. И сам момент ДТП, откуда кто ехал, фиксируются все повреждения автомобилей. Фиксируются осколки, обломки. Фиксируются государственные номера. И уже в дальнейшем фиксируются вблизи повреждения на автомобилях. Если ДТП с минимальным ущербом, а между сторонами найден компромисс, Кстати, важно, чтобы оба водителя были трезвыми, то европротокол самый оптимальный вариант. Однако практика показывает, такой способ оформления мелких аварий в нашем регионе не особо популярен. В 2015 году специальными бланками воспользовались всего 15 человек. В прошлом 5. Объясняется это просто. Во-первых, при заполнении документа водители по незнанию боятся допустить ошибки. Во-вторых, определить приблизительную сумму ущерба потерпевшей стороне необходимо самостоятельно на месте ДТП. Должны соблюдаться следующие критерии. Первое, это столкновение двух транспортных средств без потерпевших. Второе, оба участника ДТП должны иметь при себе полис ОСАГО страховой обязательно. Третье, сумма ущерба не превышает 50 тысяч рублей. Ну, четвертое, естественно, это, чтобы не было разногласий у участников ДТП. То есть они пришли к обоюдному мнению, что да, они готовы оформить аварию по европротоколу. Очень часто пустяковые аварии становятся причиной больших пробок. Казалось бы, в таких ситуациях европротокол – идеальный вариант. Заполнили все бланки и разъехали. Впрочем, зачастую между водителями разгорается ожесточенный спор. Такая дискуссия на повышенных тонах может затянуться на несколько часов, до тех пор, пока до места происшествия не доберутся сотрудники ГИБДД. Уже летом подобные ситуации уйдут в прошлое. Оформить аварию по европротоколу можно будет, даже если автолюбители так и не смогут договориться между собой. Еще один плюс новых правил для тех, кто до сих пор сомневается в европротоколах – предстоящие увеличения выплат. С лета страховщики обязаны возмещать ущерб до 100 тысяч рублей. Поправки в закон приняли депутаты Государственной Думы. О том, что европротоколы – это удобно, говорят уже не один год, особенно для тех, кто попал в ДТП на трассе, а в нашем случае на автозимнике, где нет мобильной связи и постов ДПС. Специальные бланки имеет каждый водитель. Их выдают вместе со страховкой на машину. Однако, если вы все же не уверены в европротоколах, вызывайте госавтоинспекторов. Например, в такой ситуации без полиции навряд ли обойтись. В Наринмаре рассмотрят возможность введения автобусного маршрута поселок Искателей аэропорт Наринмара. Соответствующее поручение профильному департаменту и мэрии поступило от врио губернатора округа Александра Цибульского. Ранее главе региона с такой просьбой обращались жители поселка Искателей. Как сообщила исполняющая обязанности руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта округа Валентина Саутина, ранее планировалось, что автобусные маршруты 411 и 413 будут осуществлять заезды в аэропорт к расписаниям авиарейсов. Руководитель ведомства пообещала, что в ближайшее время данный вопрос будет проработан совместно с АТП и администрацией города Наринмара. В свою очередь в автотранспортном предприятии пояснили, что для повышения рентабельности данного маршрута его предпочтительно прокладывают через микрорайон «Вилледж». Рейсы выгоднее всего будет выполнять на небольшом автобусе. Также в Наринмарском АТП в настоящее время рассматривают возможность введения маршрута, который соединит поселок Искателей с микрорайоном «Старый аэропорт» и новым микрорайоном по улице «Авиаторов». В здоровом теле здоровый дух. Представители Росгвардии, военные, сотрудники полиции и МЧС России приняли участие в чемпионате по мини-футболу. В Наринмаре завершился чемпионат по мини-футболу среди сотрудников полиции, МЧС, Росгвардии и военных. Всего участвовало 8 команд, входящих в спортивное общество «Динамо». Команды были поделены на две подгруппы. В финал вышли две команды – Росгвардии и воинской части. Второй год подряд переходящий кубок достался гвардейцам со счетом 4-1. Обе команды достойны победителя. Так что, в принципе, СКА – также сильная команда. Они играют в первенстве также города. Ну вот, в принципе, матч достойный. Чемпионат по мини-футболу проходит уже в пятый раз. Стоит отметить, что на протяжении этого времени на одном поле с силовиками за победу сражаются и воспитанники детского дома. Это же и пропаганда здорового образа жизни. И вот в пятый год дети, воспитанники детского дома с нами играют. И в этом только году они у нас вышли в полуфинал и играли за третье место. И просто они попали с командой МЧС, которая два года назад тоже была лидером этого чемпионата. Ну, естественно, воспитанники проиграли. Ну, понимаете, это то, что вот они выходят на поле уже со взрослыми дяденьками, можно сказать, да, силовиками. В Нинске автономной округа играют. Я думаю, что это большой плюс нашей организации. Также в рамках спартакиады впервые в округе прошло первенство по гиревому двоеборью. Юрий Чупров из команды пенсионеров МВД занял почетное второе место в своей весовой категории. Я считаю, что гири как раз должны популяризироваться, потому что большая часть на ваше население – это рыбаки-охотники, оленеводы, в том числе сейчас год оленеводства. И вот эта работа вся связана со специальной выносливостью. Специальная силовая выносливость предполагает как раз формат гири. Посоревноваться в гиревом спорте решили 15 человек. Несмотря на то, что времени на подготовку у участников было немного, все они показали хороший результат и сошлись во мнении, что гиревой спорт в Нинском округе нужно и дальше развивать. В марте в рамках спартакиады пройдет лыжная эстафета на дистанцию 3 километра. Среди членов общественной организации «Динамо». Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Сегодня в Наринмаре открылось первенство Дворца спорта «Норд» по плаванию. Три дня юные спортсмены будут состязаться в скорости и технике плавания. Участие в первенстве примут 280 человек – воспитанники Дворца спорта «Норд». Юным спортсменам предстоит показать свое мастерство в таких видах, как бутерфляй, брас, спина и вольный стиль. Также в программу включен комплекс – это когда спортсмен плывет четырьмя видами плавания. Возраст участников от 8 до 18 лет. Ожидается, что поддержать пловцов придет более 250 человек. Болельщиков разместят на балконах. Победители и призеры получат грамоты, медали и сладкие призы от Дворца спорта «Норд». Это все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...